Судьба непредсказуема и может повернуться к любому человеку неожиданной стороной. Не зная ситуации, не стоит отворачиваться от человека только потому, что он живёт на улице и плохо выглядит. История, о которой я расскажу, гуляет по сети где-то с 2016 года. Имена героев вымышлены, но, возможно, подобное и вправду случалось. Галина Степановна жила в небольшом городе в Ивановской области. Женщина она была простая, но примечательная, то есть примечала всё, что происходит вокруг неё. Среди новых сетевых монстров кое-где в городке остались маленькие частные магазинчики. Обслуживались они по старинке, продавец выдавал на прилавок всё, что стояло за его спиной. Было это не слишком удобно, зато цены радовали дешевизной и покупатели заходили всегда. Женщина заходила в магазинчик, поскольку она работала почти до полуночи и она успевала купить всю еду после работы. В один из поздних вечеров она и столкнулась в магазинчике с неожиданным человеком. К прилавку перед ней подошла девушка неожиданно неопрятного вида. Галина удивилась, что в столь молодом возрасте можно так себя запустить, но встала рядом, ожидая пока покупательница отойдёт. Девушка посчитала копейки, потом указала на цветочное мыло и попросила его у продавца. Та отрицательно покачала головой – это мыло стоило 32 рубля, а у девушки хватало лишь на хозяйственное. Галина решила, что десятку можно и добавить. Девчонка взяла мыло, поблагодарила и отошла. Женщина стала заказывать свои продукты, краем глаза посматривая на заинтересовавшую её покупательницу. Та пошла в сторону двери, но, видимо, привлечённой запахами с витрины, зависла на пару минут. Затем, как будто очнувшись, быстро вышла из магазина. Женщине даже на минуту показалось, что девушка готовилась схватить булочку с витрины, но отдёрнула руку. Галина удивилась, и в груди её зародилось какое-то щемящее чувство жалости. Она быстро рассчиталась за покупки и вышла из магазина. В темноте виднелся уходящий силуэт, направлявшийся в сторону городской речки. «Это куда же она ночью?» – удивилась Галина, и сама не ожидая от себя такого, окликнула девчонку. Они присели на лавочку. Женщина предложила собеседнице булочку, которую купила для завтрака. Девушка уплела её моментально. Было понятно, что не ела она уже достаточно давно. После еды, утирая слёзы, она начала рассказывать свою историю. Зовут её Настя, она из Иваново, там жила с мамой. Отца совсем не знала, в этот город приехала с парнем. Мать не хотела, чтобы она с ним ехала, а она влюбилась и бросила всё. Прошло 3 месяца, и он её просто выставил на улицу. Настя позвонила маме, но та сказала, чтобы дочь оставалась со своей любовью, раз ей не нужна мать. Тогда Настя не поехала домой, а стала скитаться по улицам. А теперь волосы стали совсем ужасными, и девушка хотела вымыть и хотя бы в реке, пока на улице темно. Галину история привела в ужас. Она пригласила бездомную домой, дала полотенце и отправила в ванную. Пока Настя мылась, сходила до мусорки с её грязной одеждой и подобрала ей свою, старенькую, но чистую. Обогревшись и поев, девушка уснула. Когда она отключилась, Галина обзвонила друзей. Одна из подруг работала комендантом в общежитии. Она согласилась спустить девчонку на один месяц бесплатно, с условием, что та заплатит, когда устроится на работу. Бывший одноклассник сказал, что ему в магазин требуется уборщица. Если девчонка пойдёт, он согласен. Утром Галина всё рассказала Насте. Та плакала от радости и ушла, взяв адреса магазина и общежития. Также Галина дала девушке немного денег. Через два месяца позвонил Алексей, тот самый бывший одноклассник. Он сказал, что очень доволен. Девчонка оказалась смышлённой и теперь работает у него кассиром. Галине захотелось самой посмотреть на Настю. За кассой она увидела роскошную, похорошевшую девушку со сверкающими глазами. Новая жизнь явно шла ей на пользу. Увидев Галину, она бросилась ей на шею. Девушка рассказала, что у неё всё отлично и появился молодой человек. Также Настя извинилась и, убежав в подсобку, принесла деньги, которые когда-то дала ей сердобольная женщина. В конце разговора девушка спросила, свободна ли Галина в субботу вечером. Получив утвердительный ответ, она лишь улыбнулась и сказала «У меня будет для вас сюрприз». Через пару дней Настя позвонила Галине и пригласила её в театр. Она сама купила билеты на лучшие места. Девушка хотела хоть как-то отблагодарить свою спасительницу. В дальнейшем женщины стали чаще общаться, а однажды Настя рассказала, что в конце концов помирилась с мамой. Оказалось, она приезжала и искала её, но это было непросто, так как мать не знала нового номера девушки. Уже отчаявшись, она зашла в продуктовый магазин за бутылкой воды, где и встретила свою дочь. Не стесняйтесь помогать человеку в любой ситуации, даже тем, кто очутился на улице и выглядит неприятно. Вам это может стоить недорого, а человеку спасёт жизнь и здоровье. На этом всё друзья, делитесь этой историей с близкими, а также не забудьте подписаться на канал, если вы ещё не с нами. Пока!